здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем с вами валять тапочки модель шлепанцы выглядят они вот так это одни из тапок которые хочу показать чем они отличаются шлепанцы от обычной модели тапочек здесь двойная пятка то есть она как бы имитирует каблучок и сегодня мы сваляем тапки по двум вариантам то есть пяточку мы будем делать двумя разными способами сейчас я буду раскладывать и показывать вам как валять один из них а потом покажу как валять другой способ когда тапочки получается двухцветными как вот здесь вот снаружи один цвет изнутри другой что нам понадобится из самых необходимых материалов это естественно шерсть колодки если у вас они есть очень хорошо если нету то можно воспользоваться своей ногой для шлепок в принципе это и не обязательно можно сформировать я покажу как слепить их вручную и сделать красивые тапки декорировать я тапочки буду фрагментами шерстяного павлова посадского платочка нам нужна капроновая сетка вот мне очень нравятся вот такие габариты как раз чтобы завернуть тапочек то есть большую не нужно ножницы иголки для валяния полотенце воздушно-пупырчатая пленка подложка под ламинат расскажу потом подробнее для шаблона пластмассовый массажер мыльный раствор это минимальный набор инструментов ну естественно руки и желания рассказываю про шерсть валять мы будем из кардочесной шерсти это шерсть новозеландского мериноса 25 микрон при балтийской обработки валяем мы обувь я взяла натуральный цвет неокрашенная шерсть всегда валяется лучше чем окрашенная тапочки в принципе лучше валять из шерсти начиная от 25 микрон это может быть и коридейл и меринос 25 микрон и бергшафт 30 микрон можно взять и более тонкую шерсть но тапочки будут по-другому себя вести и в уваливании и в носке я больше все люблю для тапок вот этот материал вы видите я развесила его на 8 одинаковых кучек сейчас объясню почему и сколько шерсти брать сегодня я планирую свалять тапочки 37 размера у меня колодки я обычно базируясь на такой таблице на тапочки тридцать девятого размера я беру 200 граммов а дальше 20 грамм шаг размера да то есть тридцать девятый двести тридцать восьмой сто восемьдесят тридцать седьмой 160 ну и вверх соответственно также в данном случае я развесила 160 граммов шерсти на 8 кучек по 20 граммов почему развешиваю потому что когда мы раскладываем кардачос очень сложно отслеживать сколько шерсти мы положили толщину слоя шерсть пушистая а если вы его развесили то вы абсолютно можете быть уверены что тапочки получатся одинаковые по весу и по габаритам почему 8 кучек вот у нас предположим с вами сто шестьдесят граммов тапочка у нас два то есть делим на две кучки по 80 у тапочка есть верх и низ делим на соответственно четыре кучки по 40 граммов но если мы сразу все 40 граммов выложим на шаблон это будет очень большая неконтролируемая куча поэтому я каждую кучку по 40 разделила еще пополам и буду раскладывать тапки за несколько оборотов это будет гарантировать меня от пробоев на швах соединения верхнего и нижнего слоя и мне проще раскладывать опять же если вы валяете тапочки двух разных цветов то нужно взвесить четыре кучки одного цвета и четыре кучки другого но у меня в данном случае однотонные теперь мы приступаем к построению шаблона сейчас я вам покажу как его строить это совсем несложно есть универсальная формула рисовать шаблон мы будем на в таком материале подложка под ламинат она бывает 35 миллиметров мне больше нравится на 5 миллиметровый рисовать это и на нем удобнее работать это него не нужно делать шаблоны из очень тонкого материала и наоборот из очень плотного потому что тонкий материал полиэтилен вы рискуете загнуть шаблон и исказить форму изделия а если материал очень плотный как вот и киевская пупырочка или там линолеум у нас будет момент когда мы будем валять изделие на шаблоне и если материал плотный он может просто прорвать нам шерсть сейчас я на доске покажу вам как рассчитывать и строить шаблон